Михаил Юрьевич, завтра команде предстоит выбирать соперника по чемпиональной серии. Пока ситуация очень запутанная, но тем не менее, какие приоритеты лично у вас, как у главного тренера, при выделении соперника? Ну, уже такой вопрос задавался, я на него отвечал, да, прежде всего это удобство. Туда куда нам удобнее всего будет добираться, того соперника ему выбирать. Ну, тем не менее, какие-то предположения уже есть? Предположения? Ну, я бы не стал там ставить под первым, вторым, третьим номером. Ну, судя по тому, что Московская Динамо не попала в четверку, у нас есть возможность выбрать их. Все остальные команды, к сожалению, да, сейчас еще не сыграли, к сожалению или к счастью, не сыграли свои матчи заключительные. Поэтому еще, в общем-то, непонятно, кто будет четвертой командой. Но если турнирная таблица останется такой, которая на сегодняшний день, на сегодняшний вечер, то помимо Московского Динамо есть вариант Семсельмашного, Сибирска, и один из вариантов – это Трубник, Первый Уральский. Все, вот кого-то из этих трех команд вероятнее всего и будем выбирать. Михаил Юрьевич, а по предстоящей игре, какова будет мотивация нашей команды в завтрашней игре? Это будет игра на конкретный результат, в конкретном матче, либо уже будут рассматриваться какие-то, может быть, тактические варианты для игры в плей-у? Это будет игра календарная. Пока у нас есть шанс занять первое место, мы будем стараться это сделать. Мы будем завтра играть на победу. Посмотрим, какая будет погода, что можно будет, какой тактический вариант выбрать. Сегодня идет снег, это может быть одна игра, завтра он будет или нет. Здесь все зависит от погодных условий. Мы же играем на улице, поэтому здесь в большей степени от того, в каких условиях предстоит играть.